В Москве уже третий день бушует небывалый снегопад. Сторожилы говорят, что это рекорд. В марте не было такой погоды последние 50 лет. Об аномальной зимней сказке в разгар календарной весны в материале Ксении Муштук. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. Знаменитая песня Льва Лещенко будто была написана именно про эту московскую погоду. Метель, которая накрыла российскую столицу еще в среду, по прогнозам синоптиков, прекратится только к выходным. Снег сопровождается сильным ветром. Последний выдох зимы, который доставил немало неудобств автомобилистам и коммунальщикам, у пешеходов, наоборот, вызывает радость. Погода, ну просто замечательная, вы же видите. Одно удовольствие идешь, получаешь и ждешь, когда же придет весна. Отличная, мне нравится, если честно. Я люблю снег и зиму люблю. И очень рада, что она задержалась. В Москве уже выпало 20 сантиметров осадков. Для российской столицы это мартовский рекорд. Жители и гости города не упускают последние возможности прокатиться на лыжах и сноубордах. Сочи под солнцем, а мы здесь, в Москве. Прекрасная погода, снежная. Видимо, зима вернулась. Это аномальная погода. 50 лет не было такой погоды. Для катания даже слишком много снега. Доска вязнет. На борьбу со стихией брошены тысячи единиц спецтехники, которые, по сути, разгоняют по столичным улицам воду. Соприкасаясь с землей, снег тает и превращается в грязную кашу. Тем не менее, транспортного коллапса в Москве не наблюдается. Снег в середине марта в народе еще называют бабой Евдохой, вредной помощницей зимы, которая как раз в это время трясет с неба своими перинами. Примета гласит, после этого обязательно должна наступить весна. Это подтверждают и метеорологи, которые говорят, что в ночь на субботу снег сменится весенним дождем.